Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии. Расскажешь, Виля, секрет большой? Нет, не секрет. Скорее всего, на русский север. Ух ты! Летом на русский север? Конечно, с подростками восстанавливать деревянные храмы, если получится. Если не получится, то просто куда-нибудь подальше от цивилизации, интернета и прочих благ. Не бывал я на русском севере. И в Риме, честно говоря, тоже не бывал, в отличие от тебя. Я была вместе с мужем. Долго? Неделю с небольшим. Ольга Седокова с нами сегодня. Ольга Александровна, добрый день. Добрый день. Сколько были в Риме? Вы знаете, трудно сосчитать, потому что очень много лет, наверное, 20 лет, как я время от времени бываю и живу в Риме. Иногда месяц, иногда пару недель с переживами. Так что можно сказать, что у меня есть своя история римской жизни уже. А что так тянет туда? Это мой любимый город. Несравненный город. Единственный. Рассказать, почему? Да если расскажете, мы будем благодарны. Если нет, ну скажите, нет и все, и приставать не будем. Ну, знаете, можно вспомнить Мандельштама, который так воспел Рим. Природа тот же Рим и отразилась в нем. И действительно, в Риме потрясает то, что это цивилизация в высшей степени, и это в высшей степени природная вещь. То есть это природа человека. Ты видишь там человеческий гений, который совершенно свободно, совершенно непредсказуемо в каких местах проявляется. Он очень отличается от других, гораздо более упорядоченных европейских городов, да и русских. Это слой на слой, это огромная эпоха на эпохе. Причем они друг друга не только уничтожают, что, конечно, тоже бывает, но чаще они лепятся друг на друге. На стену, которая сохранилась от античного цирка, настраивается средневековая стена, а потом возрожденческая, потом XIX века. И вы видите, как лепится вот это вот гнездо цивилизации, где все присутствует. Вот, ну, в общем, о красоте Рима, свободе, я думаю, что главное, конечно, чувство радости доставляет вот какой-то, как бы, воплощенная свобода творческого гения, который действительно делает, что хочет. Неожиданно, свободно, великолепно. Да, и некоторое тоже, как сказала одна моя знакомая, что ты, когда идешь по улицам Рима, чувствуешь себя великим. Человеку там придается какое-то огромное значение, просто потому что ты идешь вокруг всего этого и чувствуешь некоторую солидарность с теми, кто тысячелетиями это все создавал. Если бы мы с вами решили говорить о Риме, не хватило бы целой серии передач. Поэтому сегодня мы будем говорить о Риме раннехристианском. На это, правда, тоже целой серии не хватит. Ольга Александровна, как в эту тему попали? Когда впервые я оказалась в Риме так, что у меня было много времени, а это было, когда меня пригласили в Римский университет Ла Сапиенца, как гостя профессора. Работы было совсем немного, и я могла... Вот так, Оксана, понимаешь? Я могла свободным образом путешествовать, где хочу, по Риму. Проездом я бывала, но это ничего, собственно говоря, не значит. И мне хотелось прежде всего познакомиться с Римом христианским. Но туристы, начиная с XIX века, предпочитают другие места. В общем, это барочный Рим, который очаровывал нашего Гоголя и Китса английского и множество других людей. Вот мне не это как раз интересовало. Я почувствовала, только увидев Рим, что это апостольский город. И почувствовала, что это очень далеко, что я этого вообще не знала. Дело в том, что в нашей православной традиции, собственно говоря, апостольское начало очень мало звучит. Вы почти не услышите. Ну, может быть, это связано с тем, что страна далекая, крещение позднее, последний век общей неразделенной церкви. И апостолы здесь не бывали. Ни апостолы, ни апостольские ученики. Ну, только по преданию апостол Андрей посвящал Киев. Но при этом не говорится, чтобы он там основал какую-то общину или что-то сделал. В общем, в целом христианизация Руси происходила не таким образом. Через князя, как известно. Не через апостолов, апостольских учеников или дальше монахов, как тоже бывало. Но это было решение князя прежде всего. А там, то есть вы читаете Деяния апостолов, 28 глава. Вы читаете послание к кремлинам. Вы читаете тексты Петра, первое и второе послание Петра. И вы понимаете, что вот оно живое, вот эти места. Вот здесь это произошло. Да, вот апиева дорога, по которой апостолы ходили в Рим и уходили из Рима. Вот, допустим, в подвале, в крипте этой более поздней церкви. Там, ну, не знаю, как ее назвать, квартира, не квартира. Это, в общем, то место, где два года прожил апостол Павел и написал свои три послания. Нет, стоп, вот от этого поподробнее, пожалуйста, потому что, значит, 28 глава Деяния. Прожил он там два года на своем ижедивении. То есть в реальном, живом, современном Риме можно прийти куда-нибудь, вот не куда-нибудь, а в то самое место, что ли? Да, их два. Это как? Потому что Деяния не кончаются смертью апостола Павла. Да, конечно, там многоточие такое получается смысловое. А апостол Павел, как и апостол Петр, там закончили свою жизнь мученичеством. И у апостола Павла было еще второе пребывание в Риме, в другом месте, но тоже известном. А как мы можем быть уверены, что это не тургиды, туристические гиды потом придумали? Знаете, как иногда бывает в некоторых восточных странах, хотят туристы увидеть. Мы им это покажем. Как мы можем быть уверены, что это действительно те самые места? Ну, вы знаете, об этом достаточно много проведено разнообразных исследований археологических, которые в Италии необыкновенно развиты, эта область. И, во-вторых, там туристов, вы видите, очень мало. Это не те места, которые туристы посещают. Почему быть не может только, Александровна? Мне кажется, что это должно быть местом паломничества для большинства христиан. И что, нет? Нет. Ну, почему? Ну, вы знаете, когда я сама стала знакомиться, мне захотелось вот этот вот слой Рима узнать. Он не лежит на поверхности. Даже если это было открытое, если это не катакомбы, которые изначально под землей. Но, допустим, если это было просто кладбище, открытое. На таком открытом кладбище были погребены апостолы. И апостол Павел, и апостол Петр. Это не были катакомбы. Но теперь, конечно, они ушли глубоко под землю, под культурный слой. Поэтому, во-первых, всего этого так не видно. Во-вторых, самые древние памятники, самые древние церкви, которые, допустим, в начале IV века возникали, они сильно изменены снаружи. Снаружи вы даже не подумайте, что это такая древняя церковь. Вот как, допустим, святой Цицилия за Тибром. Я ее несколько лет обходила и не думала туда заглянуть, потому что снаружи это храм XVIII века. Что там такое может быть? Вот-вот, это подтверждаю, что мы с мужем этот храм очень долго искали, заплутались, ходили кругами. И нас сбило именно то, что и вас, что храм выглядит очень современно, а мы искали древний, настоящий храм. Да, и вот, как я сама эти места нашла, путеводителей нет. Путеводителей по раннехристианскому Риму нет ни на итальянском языке, ни на немецком, ни на английском. Очень много литературы научной, но из нее не сделано ничего популярного. И поэтому я начала с того, что я читала про палеохристианский Рим и, значит, себе отмечала список, что нужно посетить. Не по как раз какому-нибудь путеводителю, потому что там очень многих вещей нет. Вот, и так я потихоньку, я жила месяц, каждый день куда-нибудь ходила. По моему списку за этот месяц я не обошла третий объект, которые у меня были в списке. В третий, представьте себе. Ходили целыми днями? Да, целыми днями. У меня была вот такая простая задача все это обойти, увидеть. И, значит, я была еще довольно молода и не уставала, поэтому я могла много пройти, но это была треть. То есть вам экскурсоводов, гидов было брать, ну, не было смысла брать, потому что они, в общем-то, знали меньше, чем вы, потому что вы готовились к этим путешествиям. Вы одна облазили вот эту часть Рима, правильно я понимаю? Ну, в общем, первый раз я все это делала одна и сама. Но насчет гидов, экскурсоводов это не совсем точно, потому что если вы попадаете в такое место, ну, допустим, на знаменитую святую лестницу Санта-Скала, и если вы заговорите с кем-то из сотрудников, то они охотно и очень хорошо вам расскажут о том, что там происходит больше, чем вы найдете где-нибудь еще. Но для этого вы сначала должны пойти вот в это место, встретить там кого-то из сотрудников и спросить их, потому что вот такого, как бы сказать, первого приглашения вы не встречаете. Вот зайдите туда-то, туда-то, и вам там расскажут. Нет. Вот. Есть такие, как бы сказать, оформленные экскурсии по Риму, которые называются «Христианский Рим». Даже автобусные можно купить билеты, в течение дня тебе покажут. Представьте себе, что я за месяц не обошла. Тут в течение дня тебе покажут главные базилики, в общем-то, что там. Но вот эти вот самые, то, что меня больше всего интересует, как бы зона происхождения христианства, где это все было, в каких домах, в каких переулках. Вот. Этого показывать не буду часто потому, что там нет каких-нибудь замечательных произведений искусства. Потому что туристов, конечно, больше всего интересует это. И меня это тоже, конечно, очень интересует. Но, например, в доме, где жил апостол Павел с воином, вот, там особенных произведений искусства вы и не найдете. А церковь какая-то построена или часовня на этом месте? Обычно же так делается с христианскими святынями. Да, но над ним стоит церковь, которая называется Санта-Мария-Ин-Виолата на широкой дороге. Она посвящена Богородице. А в крипте вот этот дом, в котором жил апостол Павел. И люди могут ходить в эту церковь. Просто не знаешь даже. И даже не знать, если на воротах не посмотришь, что здесь и там будет расписание, когда она открыта, когда можно войти. Вот. Я там встречалась с одним итальянским, но не из Рима, католиком. И он мне радостно говорит, мне сегодня удалось, меня взяли в такую особую экскурсию к мощам апостола Павла, прямо вниз. Потому что то, что мы видим в подвалах храма Сан-Пьетро, это еще не та глубина. Под ней еще много-много слоев. И эта экскурсия не так легко, на нее надо заранее записываться. И я ему говорю, а вы знаете, что вот здесь, в десяти шагах от нас, дом, в котором жил апостол Павел, откуда он три послания написал. Он говорит, да что вы. То есть этого не знает итальянец. Я не уверена, что римляне, которые живут в этом районе, тоже все уж это знают. Потому что как-то это никак не прорекламировано. Ольга Седокова, поэт-публицист, сегодня в нашей студии. Мы говорим о древнехристианском Риме. Друзья, заходите в радиогостиную. Можете нам позвонить 8 800 333 17 06. Написать через форму обратной связи на сайте teos.fm. Или через мобильное приложение Radio Teos. Вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Ранний христианский Рим. Глазами поэтессы, публициста Ольги Седоковой. У меня ощущение, Оксан, не знаю, может быть, это у меня какое-то такое испорченное уже воображение. У меня ощущение такого квеста компьютерного. Вот пойди туда, там здание. Оно не похоже на то, что тебе надо. Но внутри там вот то-то. А дальше подойди еще к такому-то человеку. Попроси у него. Он тебе покажет там ключи. Проведет еще куда-нибудь. Там, может быть, придется заплатить. А, может быть, не придется заплатить. Да-да, это тоже неопределенно. Вот. То есть что, действительно есть такой элемент квеста, когда вот просто нужно знать какие-то секреты для того, чтобы дверь открылась? Ну, в общем, да. И нужно еще какое-то дружелюбие. Я вот в эту свою первую такую экспедицию римскую, разыскивая христианский Рим, значит, заручилась неожиданно для себя дружбой людей, которые в храме исполняют особую роль. У нас это называется лизничий, да? Ну, это вроде сторожа, который отвечает за сокровища храма и так далее. Сокровища, ну да, такие сокровища. Почти дракон. Ну да. И вот когда я просто сама, бродя по какому-то храму, зашла в дальний уголок и увидела там чудотворную икону, про которую в справочнике ничего не было написано. Древнюю чудотворную икону, у которых в Риме много древних икон. И византийского письма тоже. Вот. И долго стояла перед этой иконой. И тут ко мне подошел человек с ключами, который вот сказал, что он древничий, и говорит, я вижу, сеньора понимает, раз вы вот нашли эту икону. Тогда вот вы пойдите туда, в такой-то храм, и скажите, а где у вас такая-то икона? И тогда вам покажут. Очень по-русски. Ну и по-итальянски так. Это как бы своего рода устное предание. Я даже понимаю, почему они не включают все вот эти достопримечательности в общей туристке. Справочники. Потому что, во-первых, не всем это нужно. И какая-то сохранность вот этих особенно святых и прекрасных вещей таким образом сохраняется. Ну, значит, дружба сакристанов, а не сакристанов, называется по-итальянски. Благодаря ей я увидела много древних икон, которые стоят в ненавидном месте. Ну, а... Адаксон, извини. Мне кажется, что то, что это квест, это очень хорошо и перспективно. И, может быть, интересно для молодежи, которая по этим квестам ходит в компьютерных играх, а к туризму относятся, ну, так, что вот родители потащили по каким-то достопримечательностям, а тебе на них смотреть скучно и грустно. А тут оказывается, что для того, чтобы добраться до нужного тебе места, нужно приложить определенные усилия. Вот христианский, ранний христианский квест, это прекрасно. Ну, хорошо, тогда конкретнее. Два дома, в которых жил апостол Павел, это где? Вот если мы летом вдруг соберемся в Рим? Ну, одна... Один из них, про который я уже сказала, это Санта-Мария и Виолата. Она стоит на улице Корса, которая называлась в старости «Широкая улица». В Торино, такая прямая улица Виолата. Вот, и там вы ее найдете, недалеко от площади Венеции, да, между прочим. А другое, ближе к побережью Тибра, это называется Сан-Паулуин-Регула. Вот, в Регуле. Это второе заточение, или в заточении ведь он не был, он был достаточно свободен, к нему приходили люди, он проповедовал, встречался. Так, по домашним арестам, говорят, Сан-Паулуин-Регула. Да, я думаю, что гораздо мягче, чем позднейший домашний арест, потому что он мог выходить. Он занимался работой, он зарабатывал сам. Вот это место, в котором он... Одно из них, около Тибра, там жили как раз его, так сказать, коллеги, те, кто изготавляли шатры. И он вместе с ними занимался вот этим изготовлением. А где собирались эти самые римляне, к которым обращал апостол Павел свое послание? Известно? Ну, в общем, да. Обычно первое, что говорят в этом случае, это катакомбы. В катакомбах, действительно, которые христианскими, которые делились как христианские катакомбы от всех остальных, довольно поздно. Наверное, к концу второго века. А христианство в Риме началось, можно предполагать, непосредственно после Пятидесятницы. Ольга Александровна, а вот просьба для людей непросвещенных, вроде нас, прояснить, откуда вообще взялись эти катакомбы? Насколько я понимаю, христиане уже использовали то, что есть. Зачем они были нужны? И как такие христиане туда вписались? Ну, катакомбы – это, в общем-то, изначально не то место, где так представляют, что это во время гонения, они там прятались. Нет, это не так. Это пригородное кладбище возле пещер, по-гречески, катакомбос, где добывался вот этот камень, из которого строили дома. И поскольку в городе нельзя было, захоронения были запрещены. Поэтому все захоронения располагались по периферии Рима. И там эти катакомбы образовывались, где были вместе сначала и язычники, там и еврейские захоронения, и христианские. Сначала всё это достаточно перемешано. А потом христиане стали, ну, как-то стремиться обособиться и свои зоны, такие органи, ну, что ли, собирать. И там, ну, сами по себе катакомбы, это очень глубоко под землёй, прорытые такие коридоры, траншеи в стенах погребались. Покойные на них писали имя или какой-то знак оставляли, чтобы родные могли пробраться туда и узнать. Ну, и там было первые мученики во время гонений оказались в катакомбах. И поэтому к их могилам и началось такое собираться поклонение. То есть идея не в том, что ранние христиане просто прятались от преследования, хотя это, конечно, тоже было. Идея ещё и в том, что они собирались к могилам усопших. Да, конечно, к могилам усопших, чтобы им поклониться. Причём все усопшие мученики, как бы сказать, автоматически считались святыми. Они собирались к своим святым. То есть получается, что поклонение усопшим и поклонение мученикам началось ещё до Константина, ещё до официального принятия христианства. Это когда получается? Второй, третий век? Ну, сразу же, как только появились мученики, когда начались гонения, к их могилам стали приходить христиане и устраивать упоминальные трапезы и даже литургии первые там. То есть это после первого гонения Нерона, в котором погибли оба апостола, на их могилу сразу же стали приходить люди. Ольга Александровна, у меня глупый вопрос. Я была сама в катакомбах и обнаружила, что там очень холодно. Вот. И поэтому мне, побывавшей там, немножко странно, как христиане долгое время могли выдерживать там богослужение. Ну, оборудованы ли катакомбы, приспособлены ли они для того, чтобы там было много людей, для того, чтобы там устраивать какие-то упоминальные трапезы, и не замерзали ли они? Нет, я думаю, что не так долгие были эти упоминальные службы, чтобы можно было окоченеть. Другая проблема, что там абсолютная темнота. Сейчас мы даже себе не представляем, как страшно было спускаться, потому что когда экскурсия, там уже все освещено. Да. Вот. И путь проложен. Ты не заблудишься. Представьте себе это сплетение коридоров. И, конечно, это место могло казаться страшным просто. Оно и сейчас страшновато, если честно. Вот. Блаженный Иероним описывал, как его мальчикам водили, как тогда было принято в благочестивых семьях водили катакомбы к могилам святых. И он говорил, что ему казалось, что он попадает в ад. Что это вот такое страшное место, в котором нельзя найти пути, в котором темно, холодно и так далее. Вот. Такое могло создаться впечатление. И, конечно, это было гораздо опаснее тогда, чем теперь, когда, ну, в общем, туристам выделили очень маленькую часть для осмотра. И заблудиться там нельзя. То есть тот вариант, который видят туристы, это уже вот усеченное, подготовленное, облагороженное, как-то вот. И не везде их пускают. Конечно. Для свободный доступ открыт, во-первых, не во всех катакомбах, которые бесчисленны в Риме. Их очень много. И, кроме того, конечно, для прохода выгорожена небольшая часть, которая может быть интереснее других, потому что там особое изображение, что-то еще. Но они не подготовлены, на них не нанесен никакой музейный блеск. Они совершенно такие, как были. Это то, что время потрясает. У вас ведь с собой альбом. Можно посмотреть и показать зрителям? Я напоминаю, что можно смотреть нас в Фейсбуке, по-моему, ВКонтакте также, в Ютубе есть, и в трансляции будет запись. Можно посмотреть что-нибудь, ну, насколько это возможно сейчас, что-нибудь из катакомб, с вашими комментариями, конечно. Вот это так называемое... Видно? Надеюсь. Это надо у зрителей спросить. Повыше? Повыше, да. Вот это в катакомбах Святого Калиста, Сан-Калиста, и пещера, которая называется Пещера Пап. Первые папы, почти все, первые римские папы были мучениками, они были убиты за веру, и хоронили вот в катакомбах. Они, между прочим, это, конечно, первое недоразумение, которое нужно развеять для православных, это то, что они все включены в свяцы православные, потому что первые римские папы... Папы это святыни неразделенной церкви. И поэтому, когда меня спрашивают, как папы святые, я говорю, вы читали наши свяцы, там прямо так и написано, допустим, Святой Калист, Папа Римский. И это было большое испытание принять на себя роль главы римской церкви. Это почти смертный приговор в иные времена, потому что гонения не всегда такие более жестокие, были какие-то передышки. Я посоревнуюсь с Оксаной в не совсем подготовленных вопросах. Вот Оксана спросила по поводу того, как там было холодно, как же они бедные. Я спрошу, там ведь было темно, и при этом рисунки. Как же они рисовали? Зачем они рисовали? И что они рисовали на стенах в этих самых ранних катакомбах? Ну, они с собой приносили плошки. Это было освещение. Плошки оставляли и там, и зажигали, когда зажигали. Да, я не сказала, что кроме пещер, кроме вот этих коридоров, были такие своего рода пещеры. Такие небольшие, большие вряд ли вы увидите. Сколько, вот вы спрашивали, сколько там людей может уместиться в одном такой... Мне кажется, что совсем немного. Ну, наверное, и было их немного, первых христиан. Вот. И... Да, и вот когда зажигаются все эти светильники, то можно увидеть и изображение. Изображение — это отдельная тема, символика этих изображений. Об этом написаны просто библиотеки. Это ведь начало иконописи, еще до споров, еще до противоречий, которые возникли вокруг этого явления. Что рисовали? Есть ли какие-то особенности в том, что они и как они рисовали? Ну, конечно, это еще не установившийся канон, изображение времен гонения, да и времен первых веков, после Константиновских, тоже еще вот такого твердого канона, как изображать, например, всегда мученика или апостола, еще не было. И они этим поражают. Того, кто смотрит, и кто нагляделся на знакомые иконные образы, конечно, изображения раннехристианские потрясают своей спежестью, своей, как бы сказать, почти написанностью с натуры часто. И сами они появились не сразу, между прочим, поскольку вообще христианство, корень римского христианства лежал в еврейской общине, конечно, в Трастевере. А там изображения были запрещены. Естественно. И поэтому изображение, как вообще всякая связь с языческой культурой, избегалось. Но постепенно, вот где-то к концу второго века, наверное, стало это обычным. И мы находим все более и более изощренные росписи, все более похожие на то, что потом станет иконами. Вот здесь у меня где-то заложен такой потолок. свод, где вы видите уже почти знакомые, почти канонические иконописные схемы. Но поскольку, опять же, еще нет храма в катакомбах, это такая пещера, расписанная разными сюжетами, сюжетами ветхозаветными, новозаветными, то нет и расположения, что, допустим, в верхнем ряду должно быть то-то в нижнем. Все это как лепится. Не установилось еще. Да, все это лепится как в гнезде. Вот здесь вот может быть изображен спаситель, а над ним может оказаться там мученица. Еще вот этого иерархии верха-низа росписей еще не сложилось. Вот. А по характеру они могли быть очень простыми, совсем примитивными, как бедные люди себе это могли позволить, а могли быть похожими и на то, что в это время могла делать очень изысканная культура императорского Рима. Кстати, по этому поводу можно ли как-то вот по имеющимся у нас сегодня свидетельствам сделать какие-то выводы о общественном, скажем, общественном составе раннего римского христианства? Кто это были? Действительно, это были разные слои. Богатые, бедные, рабы, свободные. Общались ли они вместе, или было уже тогда какое-то расслоение? Или недостаточно материала, чтобы об этом говорить? Нет, в общем-то, достаточно для того, чтобы в общих чертах представлять себе, что, естественно, источником, одним из источников, во всяком случае, римского христианства считают область за Тибром, тростой веры. Там была большая еврейская колония. Причем иудеям разрешалось исповедовать свою религию по римскому закону. Римляне вообще были терпимыми. И если они объявляли какую-то религию, признавали ее традиционной, то тогда отправление... Что-то как-то все знакомо, товарищи. Отправление религии разрешалось. Традиционно не для Рима, но для этого народа. Вот египтяне этому поклоняются, иудеи вот этому. А христиане нарушали это правило, потому что это нетрадиционное. То есть они не вписывались в некий свод, в некий список традиционных вер, традиционных религий. Да, но список свободных, которые можно было пополнять, но обязательно было то, что вот ты несешь веру своего народа. То есть уникальность получается в том, что христианство сложно было ассоциировать с каким-то народом. Она не иудейская, она не римская. Так какая она тогда, эта вера? Вот они с самого начала христиане представляли себя новым народом, в который могут войти все. Что уже экстремизм вообще. Да. И, конечно, наверное, представители разных религий в Риме были согласны формально участвовать в государственных религиозных культах. А христиане? Вот, и, как бы сказать, это и было подтверждение лояльности, гражданской, государственной лояльности. Если ты участвовал в излияниях, там, не знаю, кумира Аполлона или еще чего-нибудь такое, в которое сами римляне, конечно, не сильно верили. Это было то, что называется государственная религия. Язычество-то отмирало уже, как убежденность, да, но государственная религия оставалась. Да, это было то, на чем держится Рим. Хотя постепенно это и без христианства уже дальше размывалось. Но, тем не менее, лояльный гражданин Рима должен был вот это сделать. У себя он, допустим, будет поклоняться и сидя дома со своими, а потом придет и поклонится там Аполлону. И этого не могли, естественно, делать иудеи, потому что им запрещено поклоняться кумирам. Им это разрешалось, потому что это национальная традиция. У них было на это разрешение кесаря так не делать. За это они должны были платить какой-то налог. Ух ты! Да. Но христианам этого не разрешили. Их воспринимали как подрывную силу, как бунтовщиков. И разрушителей скреп. Да, разрушителей, конечно, всех скреп. Про них, конечно, ходили самые разные и страшные слухи среди римского населения, потому что молитвенные собрания были закрытыми христианские. То есть они не могли туда пригласить человека, который не принял крещение. То есть они бы попадали под, по-нашему, под регистр сект. Это и называется секта. Ничего нового под небом. Который не хочет публично. Пожалуйста, римское право предоставляет возможность публично отправлять свой культ. То есть публично со всеми, кто придет. Но отдельно от всех. Нет. Это секта. Ну, собственно говоря, именно поэтому потом ранние апологеты вынуждены были опровергать сложившееся непонимание, сложившееся мнение, вот эти вот самые мифы вокруг христиан, что этих мифов, очевидно, было немало. А от раннего мученичества что осталось? Я понимаю, что вряд ли кто-то из туристов, приехав в Рим в жару летнюю, захочет посмотреть свидетельство мученической смерти христиан. Но все же, как это сохранилось? И что можно увидеть? Ну, прежде всего, сохранились храмы большие, вот эти самые главные архибазилики, которые построены на месте гибели или на месте погребения мученика. Сан-Пьетро построен на том месте, где был погребен апостол Петр. Сан-Пауло, святой Павел за стенами, на месте погребения апостола Павла. И так далее. Храм святой Агнесы, по православному Агнии ее зовут, на площади Навона, он стоит на месте мученичества Агнесы. Вот это один вид такой памяти о мученичестве. Можно представить себе, где это происходило. Многих этих мест не сохранилось, как они тогда были, потому что казни предпочитали делать за городом, не в центре. Ну, город-то разросся. Ну да, теперь этого всего нет. Там были цирки или театры большие, античные. Вот там, собственно говоря, происходили публичные казни христиан. Но из них, пожалуй, из этих мест нетронутым остался один, это пантеон. А Колизей? Ой, простите, я не хотела сказать Колизей. Пантеон – это место, куда свезли множество мучеников и превратили эту языческую постройку в христианскую, святив ее, посвятив Богородице, и в ней справляют День всех святых. Вот, потому что все безымянные, когда уже христианство стало сначала разрешенное, потом и государственные религии, то стали вывозить погребения из катакомб по, как бы сказать, домой, если это известно. Вот там написано, допустим, что вот святая Цицилия жила вот там-то, а похоронена она в катакомбах. Ее перевозят ближе к своему дому и так далее. А тех, чьи имена не сохранились, но известно было, что это мученики, потому что они, ну, там можно определить по месту, где они похоронены, но то их, в общем, перевозили потом в Пантеон. Ольга Седокова сегодня в нашей радиогостиной говорим о раннехристианском Риме. Вы можете присоединиться, позвонить 8 800 333 17 06, написать на сайте teos.fm или через наше мобильное приложение Radio Teos. У нас не так много времени осталось, но короткую паузу все-таки сделаем. Вернемся через несколько секунд. Ольга Седокова. Говорим сегодня о раннехристианском Риме. Не могу не спросить про тексты, про рукописи, про библиотеки. Я понимаю, что вряд ли. Ну а вдруг? Вдруг в Риме, ну, у туриста, который хочет посмотреть что-то связанное с раннехристианскими текстами, а вдруг это есть что посмотреть? Ну, вы знаете, текстов вообще очень мало было первые века, очень мало. И поэтому о многих вещах до сих пор остается такое как бы гипотетическое представление. По преданию это так. Очень мало что не записано. Много что совсем не записано. Вот. Позднейшие тексты, конечно, можно посмотреть в Ватиканской библиотеке, например. Но вообще ранее христианство, вот самые ранние эпохи гонений, это не столько религия письма, религия книги, как теперь принято считать. Вот. Собственно говоря, Евангелия не сразу были написаны. Они каким-то образом жили. И когда апостол Павел писал свое послание римлянам, ему не на что было сослаться. Евангелия еще не было написанного. То есть это была очень близкая, тесная человеческая связь. Они, апостолы, сами видели то, что описано в Евангелии. Они передавали это вот идеей такой передачи. Те, кто их слушал, слушали как бы первые свидетельства. Следующие были свидетели о свидетелях. Вот. Каким образом складывалась вся эта культура, которая потом получила такую каноническую уже форму, четвероевангелие и так далее. Вот. Это отдельный разговор. Но вот мне кажется, что главное, что можно почувствовать, что это не религия книги, религия человеческого общения, прежде всего, такой передачи устной. Ну, это как раз то, с чего, между прочим, апостол Иоанн свое первое послание, когда он говорит, что мы видели, что осязали руки наши, что мы видели и слышали. Вера через общность. Да, да. Это передача вот через общение. И ее самая древняя формула – это, конечно, память, преломление хлеба понималось как память. Вот. Это тоже память о том, почему еще были сначала живые свидетели, потом их, как бы сказать, духовные дети и так далее. Все это было еще очень-очень близко. Что можно сказать о литургической составляющей самой ранней церкви? Вот сама организация богослужения. Мы уже сказали о том, что, ну, очевидная роль вечери Господней. Это было на каждом богослужении, это было центрально, это было для всех. Ну, как, собственно говоря, вот выглядело богослужение настолько, насколько мы можем это себе представлять? Было ли пение, например? Это, конечно, реконструкция, потому что ничего, как следует, не документировано вот так подробно. Но есть немножко более поздние, чем первые века, какие-то тексты литургические. Что делала вот община, которая себя понимала как молитвенная община, прежде всего, что они вместе совершают богослужения? Что они делали? Известно, что они читали какие-то отрывки из Ветхого Завета тоже, потому что так же, как по изображениям в катакомбах, видно, что в благовестие, то есть в сообщении Нового Завета непременно входило какое-то особое знание и Ветхого Завета. Вот. Потом, что там было преломление хлеба и причастия, и трапеза общая. Вот. Какие были тексты? Тут трудно представить. Наверняка были и песнопения. Тут очень практичный вопрос от нашего слушателя Сергея, который пишет, Ольга Александровна, когда появится ваш путеводитель по раннехристианскому Риму, или по христианскому Риму он пишет. Вот, Ольга Александровна, вы начали с того, что не было книг, не было материалов, и сейчас их не густо. Будете книжку писать? Ну, конечно, я, собственно говоря, поэтому сразу предложила эту тему, потому что она у меня в работе. Я уже два года, второй год занимаюсь этим, можно сказать, практически. И не одна. Я бы не решилась, поскольку я все-таки дилетант во всем этом в римской истории. Вот. У меня прекрасная сотрудница Татьяна Дашевская, русская римлянка, которая знает Рим, как мало кто. И вот мы с ней вместе, значит, все эти места обходим, она дает свои комментарии. И в замысле это будет книга. Книга такая практическая, путеводитель, может быть, путеводитель скорее паломника, может быть, чем туриста. Но, в общем, чем дальше я этим занимаюсь, тем мне оказывается совершенно необходимым знать вещи, которых я не знала. Сначала я составила такой как бы черновик, который до сих пор в интернете ходит. Вот ранний христианский рим, там просто список, где что. Я видел, там день первый, день второй, есть краткая версия, есть длинная версия. Это значит, это вот не сегодня вы делали. Нет, это много лет назад, и это просто список. Там больше ничего нет. А люди используют это как руководство к действию. Да, ну, конечно, это за отсутствием всего другого можно по нему, по крайней мере, ходить. Вот. Я его сделала, потому что, когда мои знакомые ехали в Рим и спрашивали, куда пойти. Я каждый раз рассказывала, потом думаю, ну что ж каждый раз, я напишу уж раз навсегда, и всем буду давать просто этот список. Вот. Это, конечно, должны быть гораздо более развернутые тексты, и, конечно, по неболе приходится заниматься всем, с чем это связано. То есть, это не просто будет карта городская, куда надо пойти, но многое мне для себя нужно выяснить. И мысль, например, раннехристианская, потому что им приходилось, учение складывалось вот, из, в общем-то, почти бесформенных представлений общих в окружении близких, опасно близких, религий, которые были рядом. Потом внутри возникали разнообразные ереси. Все это все-таки нужно, я думаю, в этом, так сказать, путеводитель хоть немножко должно быть рассказано. Почему, например, часто домашняя церковь, христианская, древнейшая, оказывается рядом с Митреем, посвященным богу Митре, популярная римская религия этого времени. Значит, хоть что-то о метроизме нужно рассказать и так далее. А не получится ли, что этот новый путеводитель разрушит устную культуру отношения к раннехристианскому Риму «пойди туда», а дальше тебе передали «так», и так далее. Это как-то, наверное, больше соответствует самой культуре раннего христианства, вот как вы об этом рассказали. Ну да, конечно, конечно. Никаких письменных источников, никаких путеводителей, коммунанты тут знают, сеньор понимает. Да, от живых свидетелей, раз ты одну чудотворную икону нашел, значит, мы тебе еще покажем. Да, конечно, это уже выход в книжную цивилизацию. Скажите, ну вот, обычный человек, обычный турист, который приехал в Рим, и он воспринимает город своими глазами, он воспринимает город, о котором много слышал, и он хочет в чем-то убедиться, что-то увидеть самостоятельно. Если он упускает вот этот ранний христианский пласт, что он теряет? Ну, я не могу сказать за других, потому что, вы знаете, ни Гёте, великий любитель Рима, ни Гоголь не знали этого пласта. Тем не менее, им как-то хватило Рима. Вот. Вас-то туда почему так тянет? Гёте не тянуло, Гоголя не тянуло. Вам странно даже объяснять, почему это не тянет? Ну, все-таки. Потому что для вас это, ну, вот огонек в глазах. Объяснять огонек в глазах действительно странно. Но человеку, который до сих пор говорит, ну, я не знаю, зачем мне туда? Может быть, ему правда-то не надо? Не надо, конечно. И все. Нет. Короче, если синьора понимает, то она придет. Как-то так. А как же для христиан побывать на месте возникновения ранней церкви, катакомбы, мученики? Для церкви, для церковных людей, я считаю, это просто необходимо. И я думаю, что и это могло бы, вот как в моей жизни это что-то изменило, знакомство с Римом, оно бы изменило многое в такой вот неписанной в нашем церковном фольклоре, который очень невежественный часто, и знакомство с источником, с оригиналом, из чего все идет, это, конечно, меняет. между прочим, в 20 веке только стали на самом деле интересоваться этими истоками. Раньше представление о христианстве было основано в основном на средневековье. Раннехристианские источники, это позднее, очень позднее приобретение. А протестантам это будет полезно с их скепсисом по отношению к почитанию святых, ко всяким изображениям и так далее? Вот так ты, Оксана, вот так ты, Оксана. Вот им вы порекомендуете спуститься в катакомбы? Вы знаете, я не могу сказать, нужно ли им непосредственное впечатление. Для меня это очень важно, даже если бы там ничего не было нарисовано, но я стою на дороге, по которой апостол Петр пытался сбежать от казни и вернулся. Вот эта дорога, там нет, как бы сказать, никаких указателей, ничего, но это что-то говорит. Я не знаю, может, протестант им не говорит. Знаете, когда мы читаем Священное Писание, Иисус, допустим, Евангелие от Матфея, Иисус вышел из дома и сел у моря. Я вдруг понимаю, это не Рим, конечно, естественно, это не Рим, это уже Израиль, но это конкретные места, и здесь тоже конкретные места. Христианство, Евангелие, это не что-то в облаках витающее, это повествование о событиях, которые опять, не в углу же происходили на конкретных местах, не как место поклонения, но как просто понимание этой основы. Я думаю, конечно, это для каждого из нас очень-очень важно. Ольга Александровна, спасибо большое, что вы нас вот, ну, направили, и теперь будем знать, куда время отправиться. Да, и понравиться необходимый резничал. Вы так и не открыли секрет, как им понравится, но это, наверное, что-то внутреннее. Да. Сеньора понимает. Да. Нужно найти что-нибудь, что не на виду. Ольга Седокова сегодня с нами была в нашей радиогостиной. Ольга Александровна, спасибо вам большое. Спасибо. Оксана Куропаткина, Олег Шевкун, Ирина Латашинская. Спасибо.